здравствуйте дорогие мои телезрители здравствуйте афонтовцы здравствуйте все остальные каналы примите мои поздравления с наступающим новым годом и конечно здравствуйте мои подписчики на канале youtube голова садовая я вас всех обожаю что творится на этом свете новый год скоро придет все бегают как оголтелые что-то покупают что-то там готовят и есть такой момент уже после нового года и он обязательно придет когда мы уже ну проснемся 1 проснемся 2 и захочется чего-то такого вкусненького прямо и вот это вкусненькое будут чебуреки а вот как для чебуреков сделать тесто дешево сердито и очень быстро и чтоб она еще и пузырилась вот сейчас я вам это и расскажу значит в идеальном варианте это запоминайте 600 грамм муки и пожалуйста свешайте стакан муки не есть 200 грамм и не 250 мука легче чем вода да это же у нас является эталоном значит понадобится 300 грамм воды 1 чайная ложка соли 1 чайная ложка сахара и на это количество 80 грамм подсолнечного масла но какого и что с ним сделать сейчас узнаете я пересмотрела массу рецептов но все-таки склонилась к мысли что мой рецепт он 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 правда простой он правда дешевле всех но эффект уж поверьте не хуже всех а лучше вот здесь 300 грамм муки посмотрите количество очень даже прилично я все вывешала на электронных весах 300 грамм муки я уменьшила порцию вдвое вот здесь 150 грамм воды значит а вот здесь чайная ложка соли и чайная ложка сахара и обязательным образом начнем готовиться вот обязательным образом с того начинаем что в этой воде мы растворим поскольку порция уменьшена в половину растворим пол чайной ложки соли вот она сюда а теперь пол чайной ложки сахара вот так а теперь надо все тщательно размешать ну размешать мне придется вот такой штучкой моя любимица ухты а в кружку то не лезет значит размешаем чайной ложкой размешайте тщательно яйца здесь не участвуют у меня появился второй тазик такой же и мне нужна часть муки только для начала часть муки это будет примерно половина нам нужно сейчас развести вот эту муку этой водой 150 грамм так чтобы у нас было жидкое тесто и ложка в нем не стояла а падала выливаем сюда всю нашу водичку солено-сладкую берем веселочку и вот это все нужно перемешать перемешаем тщательно пожалуйста ну как я всегда люблю говорить в одну сторону ну в данном случае в данном случае муки чуть-чуть многовато я бабахнула вот чуть-чуть многовато она все-таки ложка здесь стоять не будет все равно она упадет чуть-чуть пожиже вот ну услышьте меня слышите не половину муки одну третью часть наверно нужно ну получится и так хорошо а теперь ведь почему так нужно объясню потому что подсолнечное масло а мы берем на половину порции не 80 грамм а всего 40 грамм выливаем металлическую посуду это где-то поменьше ну меньше и пол стакана в два раза до примерно вот столько достаточно вполне а теперь это масло нужно нагреть до очень горячего состояния идем к печке мы начнем масло нагревать и мы увидим что там масло начнет прямо со дна ну так прямо играть и пузырится вот такая температура нам нужно не то чтобы его перекалить до белый вот такой порог резкий и уж не синий дым конечно но оно должно быть горячим именно этот эффект горячего масла придаст потом тесту нежность и мягкость и его оболочка внешняя будет покрываться хрустящими пузырьками то что нам и надо судя по рисунку который появляется на дне масло нам его рисует масло практически готово могу сказать что температура достаточно высокая и теперь внимание выливаем сюда масло но мы должны выливать и быстро быстро мешать его вот смотрите выливаю масло выливаю и быстро быстро вмешиваю в тесто масло теряет температуру разумеется то что нам и надо а теперь мы добавим муки и не переставая вымешивать так поставим чтобы горячее не было и не переставая вымешивать тесто можете подсыпать как угодно руками из кружечки главное чтобы оно было просеянно это тоже имеет значение и все я начинаю интенсивно вымешивать для того чтобы у меня все тесто и вся мука были вот в этом замечательном масле тесто под вашими руками должно быть вот смотрите она полу прилипает к рукам но она очень и очень нежное такое тесто даже без яйца она не выпустит начинки не выпустит сок я надеюсь что у нас все получится вымешивать надо тщательно но очень быстро всегда на это делаю упор обращаю ваше внимание всегда тесто быстро вымешивается никогда не долго не медленно не два часа вам на все про все 10-15 минут посмотрите какое вот прям мягкое нежное и не липнущие к рукам тесто запоминайте 600 грамм муки 300 грамм воды 1 чайная ложка соли 1 чайная ложка сахара в воду вводим соль и сахар размешиваем часть муки отсыпаем в тазик и разводим тесто достаточно жидковатое потом нагреваем 80 грамм масла и наливаем в это жидкое тесто быстро-быстро размешивая и начинаем сразу подмешивать муку все должно быть вымерено точно мы сделали всего 300 грамм муки 150 грамм воды пол чайной ложки соли пол чайной ложки сахара и 40 миллилитров или грамм масла все получилось но чтобы оно не засохло ну там написано да в рецептах возьмите влажную салфетку возьмите полиэтиленовые пакеты сделайте вот так если тесто вам пока не нужно значит так мы начинаем готовить наши замечательные чебуреки здесь на столе два вида фарша кстати сказать про чебуреки чебуреки готовится не мясным фаршем а готовится например с творогом например с картошкой с грибами и вот здесь сегодня мясной фарш это куриный и картошка жареная с вешенками ну картошка отварная ее просто в мундирах сварила быстренько почистила и раздавила у нее вкус особенный она другая это не просто отварная картошка и грибы вешенки которые я обожаю они очень вкусные вот они с картошкой такой толченой такой раздавленные смешанные подсолить поперчить курица перекрученный фарш там лук сырой лук пассерованный если луковица вот такая одна сырая вторая такая же пассерованная там соль и булочка с молоком нет яйца нет яйца по той причине что фарш который у нас в чебуреках или беляшах он не должен быть вот такой котлеткой он не должен вот так сжаться он должен вот так рассыпаться истекая соком собственным и луком понимаете о чем я и сюда я положила соль и красный перец курица она с черным перцем не дружит помните об этом значит да кусочек отрезала я постараюсь сделать парочку чебуреков они не будут большими но не как на рынке там знаете какие продают ох вот такие лопаты нам это не требуется вот здесь у меня в кружечке немножко муки на подмес так называемый вполне достаточно вот когда вы вот так вот делаете в муку свои лепешечки да это означает что они перестанут сохнуть то есть мука как одежка она закроет их просто и не даст им засыхать краешки то есть испариться так вот это мне все мешает ну уберем стол чистый я раскатываю тесто старательно очень боюсь чтобы оно не было кривое потому что изделие это уже все последнее наше усилие перед тем как мы обжарим их и подадим на стол посмотрите я буду рассказывать раскатывать очень и очень тонко обратите внимание какой толщины будет тесто невероятно тонкая но мы же делаем одежку для начинки они кусок теста чтобы наесться да начинки чуть-чуть нет мои дорогие неважно где пекут такие чебуреки в общественном питании или это домашнее тесто всегда очень тонкая вот этот рецепт мне очень нравится самое главное чтобы получилось на сковородке а на сковородку мы нальем масла достаточное количество и я буду пользоваться необычной сковородкой эта сковородка называется вок и я очень люблю ее вот если кто-то там путешествует по таиландам китая в любых забегаловках и на улице там практически у всех такие сковороды она имеет форму полусферы и учитывая что вот эта форма форма у чайника вот такая форма у сковородки эта сфера быстрее всего нагревается и очень равномерно своим теплом обрабатывает продукт который туда положен в масло ну вот посмотрите достаточно тонкая примерно ну не знаю если два миллиметра есть то хорошо но мне кажется уже тоньше а теперь мы положим сюда фарш но начнем с куриного запомнили да куриный фарш еще раз куриное мясо перекрученная плюс если такая луковица сырая мелко порезанная вторая такая же мелко порезана и спастерована пассеровать значит довести лук на медленном более медленном огне чем обычно до состояния когда он белый цвет поменяет на прозрачный фарш раз положили одним слоем чуть меньше сантиметра этого достаточно правда посмотрите достаточно тонкое тесто мы его заворачиваем вот так вот не тяните сильно вот как я тут сострила немножко и для того чтобы у вас закрылась изделие тесте ноя так чтобы не оттуда ничего не вылезала воздух оттуда нужно выгнать он там не нужен можете развернуть к себе лицом это уже не заброняется и закрывать моего будем очень просто для этого есть вот такой инструмент вилка нажимая вот так только не продавливая до доски не прорезая мы закроем его вот таким способом у нас там и сок мяса и сок лука а в горящем масле жидкости будут взрываться поэтому закрывать надо тщательно сейчас я налью в сковородку масло и поставлю ее на нагрев вот моя любимая сковородка посмотрите как она выглядит видите да она очень глубокая ее можно в принципе использовать как кастрюлю не можно тушить мясо с капустой картошку с мясом да все что угодно но для выпечки до во фритюре так называемом в горячем масле она подходит более чем наливаем масло посмотрите сколько будет масла ну да расход не маленький вот чтобы проверить готова ли масло по температуре для жарки возьмите вот такой кусочек теста вот такую крошечку и бросьте сюда в масло опа видите она начинает кипеть около этого кусочка масла и выталкивать его наверх масло готово и мы начинаем о какая прелесть видите какие чудесные пузыри я надеюсь что у нас все получится ведь сырой фарш куриный ну дело сами понимаете все-таки животина и нам надо чтобы пропеклось поэтому огонь чуть-чуть на половиночку деления я убавила мне надо чтобы они были и румяными и вкусными и пропеченными посмотрите какие они румяные какие они чудесные так забираем а легкие какие так прелесть какая что хочу сказать обратите внимание какие на них пузыри тесто просто потрясающее очень рекомендую всем попробовать всего вам доброго и до свидания и будьте счастливы в новом году